Знаете, интересный момент, что если берем теле Иисуса Христа, то в первую очередь Бог говорит о том теле, где люди друг друга знают, друг другу могут служить и даже друг друга каким-то образом задевать. Это, конечно, в первую очередь поместная церковь, а не какое-то там тело Христа, где-то никто не знает, кто в нем есть, а там как раз, где ты сталкиваешься с этими членами. И вот это страданиями навык послушания начинает Бог как раз продвигать и воспитывать человека в церкви, потому что если Он меня сюда погрузил, Он меня крестил, как и всех других, Он знает мое сердце, Он знает все недостатки всех, знает недостатки служителей. Для того, чтобы надавить на мозоль, для того, чтобы выявились какие-то вещи, для того, чтобы человеку еще раз и еще раз дать выбор, как ему поступить, по плоти или по духу. И вот человек читает Святое Писание, слушает проповеди в церкви и вдруг обнаруживает, что когда он молится, Отче наш, прости им долги, прости мне мои долги, как и я прощаю должникам. И вдруг обнаруживается, что Бог начинает учить послушание Его Слову не в мире, а в церкви. Я в церкви научился прощать долги, потому что именно в церковные люди взяли и не отдали. И любить врагов я учился, угадайте, где? У меня в мире уже врагов не было. Понимаете, в чем смысл? И когда человек не понимает, кто его сюда привел, под чьим надзором находится это место, кто его здесь родил свыше, человек не понимает, что это его Бог сюда привел. И у каждого, даже из конфликтующих сторон, если люди ссорятся, кто-то кого-то обманывает, попадает в обстоятельства, от каждого Бог что-то ждет, чтобы этот человек воспитался по слушанию, выбрал не по плоти, а по духу. А люди говорят, а мы думали здесь ангелы, а мы то, а нас обидели, а тут не заметили. И они, они дерзают, они говорят, все, я найду лучшее. И вы знаете, на самом деле они не уходят просто из церкви, они уходят с пути воли Божьей, а значит, с пути своего спасения. Это серьезный очень вопрос.